Одинцовский округ занимает лидирующую позицию в Подмосковье по количеству коммерческих организаций. Сегодня свою деятельность в муниципалитете осуществляют 28,5 тысяч хозяйствующих субъектов, более 27 тысяч малых и средних предприятий и почти 30 тысяч самозанятых граждан. Хочу обратить внимание, что в прошлом году на территории Одинцовского городского округа было создано порядка 1933 новых компаний, которые были зарегистрированы на территории нашего округа. Также планируется и в текущем году этот рост продолжить. Предложить новые инструменты, готовые коробочные решения, которые могли бы с учетом экономики проектов поддержать именно бизнес. Одинцовский округ вошел в пилотный проект Московской области по внедрению новой системы отработки сообщений предпринимателей. Теперь определено три типовых алгоритма рассмотрения каждого вопроса. Одним ведомством, несколькими, либо с участием органов местного самоуправления. Решение задач осуществляет профильный специалист, а контролирует ответственный заместитель министра или главы. Самостоятельно отслеживать исполнение можно в личном кабинете регионального инвестпортала. Новая система обработки обращения. Основная цель – создать новые точки расширения действующих компаний, которые уже ведут свой бизнес на территории Московской области. Каждый запрос бизнеса должен быть отработан и решен. И решая индивидуальные проблемы бизнеса, выявить именно системные проблемы. Пилотный проект в муниципалитете запустили в ноябре 2022 года. В рамках информирования предпринимателей все сведения об изменениях были размещены в телеграм-канале профессионалы Одинцова, а также на официальном сайте администрации округа. В итоге количество обращений увеличилось в полтора раза. В рамках двух месяцев прошлого года у нас было 47 обращений. Обращения совершенно разные. И предоставление сведений о земельных участках, и открытие собственного дела. Много обращений связано с мерами финансовой поддержки совершенно разных уровней, как и муниципальных, региональных, федерального уровня. Новый принцип работы позволит систематизировать поступающие задачи в единый регламент, а также усилит контроль их исполнения, отметил глава округа Андрей Иванов. Все задачи, которые распасует ЦУР, они встают в систему, также будут контролироваться, и профильные заместители, соответственно, по своим направлениям уже будут давать либо готовые решения, либо отрабатывать задачи, если они ресурсные, более понятные, четко обозначенные тоже в срок. Также на совещании руководитель муниципалитета предложил увеличить объем средств из местного бюджета на оказание финансовой поддержки предпринимателям в 2023 году. Те 20 миллионов, которые мы выделяли в этом году, они действительно были все востребованы. И я все же прошу отработать вместе с Людмилой Владимировной вопрос увеличения вот этой суммы поддержки грантовой до 30 миллионов, как минимум. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.